Всем привет! Сегодня будет шоппинг-влог. Недавно я рассказывала вам, что мы собираемся в отпуск в Италию. И я очень сильно держу кулаки за то, чтобы погода нас не подвела, потому что даже в Польше настолько дождливый апрель и май, я такого не помню. За 11 лет моей жизни здесь было 2 лета, когда постоянно шли дожди, но это было очень-очень давно. И при таком раскладе мне вообще придется купить резиновые сапоги, но я верю в то, что погода устаканится и наступит настоящее лето. Мы поедем с вами в торговый центр, попримеряем разные наряды. И не просто попримеряем, я реально хочу купить себе какие-то летние вещи. Некоторые вещи я уже приобрела, также ко мне приехала посылка от Wellstories. После того, как они прислали мне их сарафан и пола, я пересмотрела весь ассортимент, и у них настолько красивая коллекция из льна. Я готова забрать все, и пока я там выбирала, уже кое-что забрали в нужном мне размере или в нужном мне цвете. Но все равно, девочки, такие вещи, у них такое качество вообще, их инстаграм это нечто, это не реклама. Давайте я вам покажу, что я там заказала, и дальше мы поедем в Мохито и в H&M. Первый это хлопковый костюмчик, он был в нескольких цветах, но я выбрала черный. Здесь шорты на завышенной талии и укороченный топ. Сейчас надену и посмотрите. Я балдею от него, когда как не летом ходить в таких вещах. На мне размер S, можно было бы взять чуточку меньше, потому что шорты свободные. Здесь топ на резинке, вот так это выглядит сбоку, нигде ничего не оттопыривается. Ну и что-что, шорты слегка свободные. Здесь есть карманы на лето, самое оно. Я уже вижу себя в отпуске, осталось дождаться лета. Дальше взяла себе платье из льна. Льон, конечно же, будет мяться, но мне кажется, что в этом сок этой ткани, и для меня окей. Такие же платья есть в длине мидии, в разных расцветках, и я хотела бы носить это платье и по отдельности, с вот таким жакетом, тоже из льна. Взяла себе розовенький. Захотелось чего-то более яркого. Примеряю. О, пойду принесу еще и сережки. Смотрите, как прикольно. Я заказала серьги, они как раз приехали из Алиэкспресс, и они сюда идеально вписываются. Такое идеальное базовое платье. Принесла свои шлепанцы из Зары. Я их обожаю. Это просто фаворит этого сезона. Как только не идет сильный дождь, я тут же их надеваю. И платьица шикарная. Мне нравится то, что оно не слишком короткое. Конечно же, его нужно чуточку ушить. А мне говорили, оля, бери Иксес. Я почему-то поскромничала и взяла Эску. Но я тоже довольна. Оно, конечно, супер классное. И я буду носить его еще и с поясом, который я недавно вам показывала в покупках из Страдивариуса. Так что ок. Вот он, жакет. Супер объемный, свободный, на подкладке, на летние вечера. Он будет спасать меня от непогоды в Италии, если вдруг это с нами приключится. Мне очень нравится сочетание такого бежевого и нежно-розового. Серьги. Вот эти шлепанцы. Напишите, как вам. Следующее, это костюм, опять же, из льна. Немножко в бельевом стиле, но мне очень нравится. Обратите внимание на все детали. Очень качественно, очень добротно сделано. Я выбрала себе модель с шортиками, они тоже с карманами. Есть еще с длинными брюками. Был такой желтый, который я просто не успела заказать. Его быстро раскупили. И такой же есть черный. Надела костюмчик и показывала, как я все это буду носить. Нашла пояс, о котором я только что вспоминала. Плетеные серьги и светлая обувь. Покажу вам его чуточку ближе. Смотрится невероятно стильно. И вообще не по пижамному. Вчера Томак зашел домой и говорит, вау, какой стильный костюм, тебе очень идет. И вы знаете, я с ним согласна. В общем, делюсь с вами своими находками. Они очень-очень заслуживают вашего внимания. И последнее, что было в моем заказе от 12 Stories, это просто безупречного качества. Базовая футболка, причем и длина у нее хорошая. Я сейчас вам покажу. И плотность материала. Наконец-то я начала находить такие футболки, которые мне нужны. То есть, видите, и рукав не обтягивает. И длина классная, и не слишком широкая. Я люблю все заправлять. О, вот как-то так. И цвет у нее не банальный. Молочные, но есть и серые, белые, черные. Какие хотите. Даже, по-моему, увидела розовую. Нужно еще докупить с таким вырезом, который я люблю чуть больше. Но сначала взяла вот эту на пробу. Более безопасный вариант, чтобы посмотреть, какое качество. Я в восторге. Как обычно от 12 Stories не подвели. А теперь поехали по магазинам. Первый магазин, в который мы с вами наведаемся, будет H&M. И меня приятно удивили их летние новинки. Пойдем примерять. Это платье может смотреться очень даже интересно. Оно длинное и спереди с разрезом. Много вещей под натуральное. То есть, несмотря даже на составы, вот так на ощупь, кажется, что это лен с чем-то. Всякие кюлоты. Есть такие же белые шортики. Вот эти шорты мне понравились очень. Вот только их нужно разгладить. И вообще здесь много таких базовых вещей на лето. Есть такой костюмчик, но мне он как-то не очень. Вот этот мне понравился гораздо больше. Его и буду, скорее всего, даже покупать, а не просто примерять. А это то, что я уже себе купила. Костюмчик. Юбка на запах, черного цвета. Только это какой-то очень большой размер. Я вам дома покажу. И кофточка симпатичная к нему. Издалека смотрится даже как платье. Очень мягкая, приятная, легкая сумка. И за покупками, и на прогулку, и на пляж. Шорты на любой вкус. В том числе есть еще и джинсовые. Набрала несколько вещей, интересных аксессуаров. Очень нравится вот эта сумка. Это я уже показывала вам. Повязка модная. Еще будет черная сумочка. И аксессуары, девочки. Я потом подойду и покажу вам все очки. Выбор просто шикарный. Вот эти я влюбилась. Я даже жалею, что я купила свои Клои. Черные, супер модные. Такой ободок. Я не знаю, он идет мне или нет. Две пары сережек взяла. И три пары обуви. На прогулку. Очень удобные. И такие летние. В тканевых осенью особо не походишь. Да и весной. Тоже часто дожди и холодно. Черные лаконичные босоножки. И такие супер удобные. И цвет очень универсальный. Рыженький. Как вам такая шляпа? Они есть в разных расцветках. По-моему, огонь. Не к моему сегодняшнему наряду. Но шляпа прям вообще супер крутая. Так выглядит первый образ выходного дня. На супер жаркую погоду. На мне все вещи в размере 34. И кофточка объемная. Я бы сказала, что это практически М. То есть она очень свободная. В ней не будет жарко. Шорты нужно обязательно разгладить. Но они обалденные. Я возьму их, скорее всего, сразу в нескольких цветах. Здесь так холодно, что у меня аж ноги посинели. Несмотря на то, что я на авто загарилась. Сумка в качестве цветового акцента. На шее у меня тоже украшения из H&M. Я их обожаю. И много раз уже покупала и показывала. У меня есть и монетки. И вот такого плана. Поэтому я не буду брать. Но вы часто спрашиваете. Говорю вам еще раз, где я их покупаю. Надену очки. Они просто с миллионом этикеток. И обувь оказалась прямо супер-супер мягкой. Комфортной. Нигде ничего не жмет. И теперь вишенка на торте. Выглядит это немножко забавно. Но, господи, они такие классные. Они такие стильные. Конечно же, это запуск какого-то дизайнера. Сейчас вылетело из головы какого. Но все наверняка узнали. И вот хорошо все сочетается. Этикетка, белый цвет. Нет, я хотела сказать, что вот эта сумка, интересные очки. Казалось бы, такой обыденный образ. Выглядит очень интересно и стильно. И мне хотелось бы прям все так комплектом забрать. Уж очень нравится. И можно играться с цветами. Потому что эти же кофточки тоже есть. И белые, и однотонные. Какие-то базовые цвета. Что тут у нас? Кому удобный, женственный и даже немножко секси-наряд. Вау-вау-вау. Рубашка. Довольно длинная. И с рукавом все окей. Но я решила подкатать и так не застегивать. Оставила украшение. Смотрится очень легко. На меня юбка слегка великовата. Несмотря на то, что это 34 размер. Но в целом мне очень нравится. Особенно в сочетании с такой обувью и с такой сумкой. В H&M вообще много вещей именно с таким принтом. Он хорошо будет смотреться и даже с рыжим цветом, и с белым. С чем угодно. С хайки, как видите. С бежевым. В общем, сочетаем по-разному. И, по-моему, мне нужно еще и это. Класс. Такой разрезик, да. Мне кажется, что юбка смотрится не по-бабски. Какая-то такая примерочная, что я не могу издалека себя поснимать. Сейчас на мне очки немножко другого плана. Но тоже круглые. Прям шикарные. Мне очень нравится коллекция. Я в восторге. Еще раз покажу вам. Сумка-мешочек. Как на лето самое оно. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. К сожалению, 38 размер вот этих тапочек мне великоват. При том, что чаще всего я покупаю 37,5 или 38. Обувь стоит 10 евро, а сумка 25. Причем, смотрите, девочки. Внутри здесь есть кармашек. Также можно затянуть эту сумку и туго завязать. И тогда вор в нее так просто не залезет. Такие очки стоят 8 евро. Эти 10. И вот эти самые шикарные 12. Рубашка из премиум коллекции. Это стопроцентный лен. И стоит она 25 евро. Так, моего размера комбеза не оказалось. На мне сейчас 36 размер. И он реально огромный. Мне однозначно нужно на размер меньше. Такие шумные ребята. Но ничего, им весело. Сумка авоська. Черные очки. И, конечно, если бы у меня был мой размер, то они были бы короче. А если вы еще и девочка повыше, то вообще будет просто роскошно. Я вас уверяю, что если вы попадете в свой размер, то вы останетесь очень довольны этой обмавкой. Что изменилось? Я надела черные сережки и сменила босоножки. Девочки, босоножки огонь. По сравнению с теми, которые в заре, они вообще не жмут. Они очень мягенькие. Господи, с меня сейчас свалится этот комбинезон. Вот здесь невысокий каблук. Как вам такое решение? Если вы любите шляпы, я думаю, что вам такая нужна. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Если бы еще и комбез был такой, как надо. Вот с босоножками. Очень элегантно смотрятся. Аксессуары. И шляпка у нас стоит 18 евро. Вот такие комбинезоны. Они по 10 евро. Я всегда ношу их на пляж. Купальники в H&M я покупаю уже много лет. Интересная модель. Они довольно прочные. И вот красный я тоже себе такой хотела бы. Сплошной, без лишних деталей. Но если вам нравятся такие более открытые, то есть в таком же цвете немножко другие модели. Вот этот интересно было бы померить. Но не сегодня. Сегодня не успеваю. В полосочку, в цветочки. Вот такой же белый. Немножко из другой ткани. Наверное, шопинг-влога с примеркой купальников никогда не будет. Ну, хоть так вам покажу. Вау, с очень глубоким вырезом. Сплошной оранжевый. Этот цвет такой, знаете, как апельсин. Он ярче в жизни. Вот еще тоже раздельные. Такие же мягусенькие, которые я вам только что показывала. Взяла все-таки в 38-м размере. Есть еще и оранжевые, желтые и золотые. Но вот золотые однозначно не мягкие. То есть они более плотные. А это что-то под замш. Видите? Сережек и вообще бижутерии в H&M машина, валом. Очень нравятся вот эти. Я уже не помню, что я там заказала на Алиэкспрессе. Если вам интересно, я оставлю ссылки. Я сделала огромнейший заказ. Скоро буду снимать видео. Но довольно быстро все приходит. Много ободков, платочков. Просто типа как резинок. Я взяла себе одну. Но когда такое разнообразие, у меня разбегаются глаза. И я не знаю, что взять. У меня предостаточно черной обуви. Но если бы не было, и я хотела бы что-то недорогое, я взяла бы вот эти. Они очень симпатичные и удобные. Без каблука. И вот эти такие милые красные. Они есть и в черном цвете, и в желтом. Вообще. Вау. Ни много, ни мало. Дома рассмотрим. Решила себя таки побаловать. Я пришла в магазин Мохито. Многие писали, что это ваш любимый магазин. Кстати, это польский бренд. И зачастую здесь гораздо лучше ассортимент. Если вы будете здесь проездом, то советую заглянуть. Пойдем посмотрим. Приятное платье, которое мы только что видели на витрине. Оно есть сразу в нескольких цветах. В черном и коричневом. Мне, наверное, такое не надо, потому что оно слишком классическое. Но если бы я ходила на работу, то да. Я обожаю такие сумочки. Она стоит около 18 долларов. И мне хотелось бы найти вот такие бежевые босоножки. Скромные, и каблук кажется очень устойчивым и удобным. Розовые тоже ничего так. И стоят они около 20 евро. 22-23. Конечно, большая часть это откровенное шматье. Но нужно рыться, и тогда находишь настоящие жемчужинки. Красивая сумка. Они еще с прошлого года актуальны. Но как-то, не знаю, мне кажется, ее не очень удобно будет носить. Вот на таких кольцах. Это полностью натуральный материал. Дерево и как бы солома. Но интересное сочетание цветов, правда? Полностью хлопковое платье. Причем материал такой, знаете, плотненький. Но не слишком. То есть в нем будет и комфортно, но при этом он не будет выглядеть как тряпка. И такое платье стоит около 20 евро. Выбрала очень такую оригинальную блузку. Это опять же что-то похожее на лен. Ее я буду примерять с юбкой-карандашом. Платье миди. Коротенькое платье или комбинезон. Я еще до конца не разобралась. Вот такую сумочку пластиковую. Я не вижу смысла тратиться на такие модные в этом сезоне аксессуары. Из обуви я взяла змеиные босоножки на удобном каблуке. И вот эти показались мне вообще супер замороченными. Интересно, как это будет смотреться на ноге. Каблучок здесь из дерева. А сами туфельки выполнены из ткани. И они стоят 149 злотых. Господи, сколько это евро? Ну, в рублях это 2,700. Принарядилась. В блузку я влюблена. Ну, девочки, это 32 размер. Например, вы уж меня простите, но я явно не 32. Просто она очень объемная. Вот думаю, нужна мне такая или нет. Юбка миди. Юбка у меня в 34 размере. Я боюсь, что пуговицы могут как бы тянуть некрасиво и создавать здесь складки. Не знаю. Я юбки-карандаши. Это довольно сложная тема. Я бы так ходила и на работу, и даже на какое-то торжество пошла бы без проблем. Только все это нужно хорошо отглаживать. И на ногах вот эти вот, не знаю, как их назвать, полубосоножки, полутуфли. Смотрятся немножко по-бабски. И нога в них, конечно, утолщается. Однозначно нет. Хотя смотрятся прикольно. Но я бы такое однозначно не носила. А вот такой комплект я за. Я бы добавила качественную бежевую сумку и очень скромные босоножки или просто бежевые лодочки. Вообще так нравится. Но куда мне это носить? Я же работаю дома. Такая завязочка. Но она просто волшебная. Так, девочки, платье лифон не предполагает. У меня груди нет, поэтому, наверное, это не совсем модель для меня. Как-то это все совсем грустно смотрится. Ну, что поделать. Когда-то я такие сделаю себе грудь. Платье в размере 34. Но это как-то явно, сори, не 34. И я надела очень удобные босоножки. Их я забираю, потому что они мне очень нравятся. Они удобные. И они не жмут, вот как все вот эти тоненькие босоножечки. Очень приятные. Такой мягусенький материал. Но здесь все лучше нет. Последний образ. Мохито. Ну, такое платьице. Если бы у меня не было ничего похожего, я бы его купила. Так как мне нужно что-то вот конкретно на отдых. Знаете, легенькое, накинул. Ну, накинул. Надела, в смысле, и вообще не паришься. Видите, что я купила все-таки эту сумку. Очки взяла, потому что они маме понравятся. И я сама от них в восторге. Такие супер стильные. Короче, у меня есть дорогие. А вот эти просто еще лучше смотрятся. Я думаю, что вы со мной тоже согласитесь. У меня размер XS. И на мне еще вот эти босоножечки. В принципе, многие платьица, которые у меня были такого плана, они уже выстирались. Растетка очень симпатичная. Вот эти пуговки. Такие как бы в черепашьем принте. И Тома говорит, сколько можно ходить в миди? Покажи свои ноги. Побаловать мужа? Взять. Даже не знаю. Помада сюда идеально подходит. Это у меня Everline. Целый день, между прочим, даже после обеда и после кофе. Вот цена блузочки, которая мне понравилась. И номер артикула. И кого заинтересовало полосатое платье, вот это. Тоже цена. И записывайте номерок, если собираетесь заказывать онлайн. Вот есть еще такая расцветка короткого платьица, которую я примеряла. На самом деле здесь очень желтое освещение. В жизни это все имеет более насыщенный оттенок и без желтизны. Сегодня я в одном из своих самых любимых нарядов. Футболка из распродажи Mango. Жакет из прошлой коллекции Mango. Вот эти джинсы из Stradivarius. Они, правда, немножко растянулись. Но все равно классные. Я их обожаю. Они все еще есть в продаже. Ремень Mango. И просто убитые лоферы из Massimo Dutti. Я не могу без них жить. Да, они выглядят плохо. Но я не могу найти им достойную замену. Ничего не поделать. Девчонки, то, что я забыла показать вам в фаворитах. Вот эта помада сегодня на мне. Эвелайн в оттенке 05. Боюсь, что она сейчас выпадет. Она не убивает мои губы. И я постоянно ее пользуюсь. Такой насыщенный, красивый оттенок. И вот этот блеск от Kiko, он постоянно в моей машине. Я им пользуюсь, ну, практически каждый день. Если я куда-то еду, и мне хочется увлажнить губы вообще. На тренировку тоже мажу его, когда иду в спортзал. Оттенок 06. Он вообще просто бомбовый. Если хотите что-то, что красиво будет сиять, еще и ухаживать за вашими губами, то очень-очень советую. Видите, самое любимое. Всегда остается без внимания, потому что вечно где-то в использовании. Я уже добралась домой и обещала показать вам то, что купила раньше в H&M. Это тот костюм, который я показывала вам в магазине. То есть юбка на завышенной талии. Она идет на запах. И топ. У них чуть разная ткань. То есть вот это хлопок, а вот это с примесью какой-то небольшой синтетики. Но в ней не жарко. Во всяком случае сейчас вот так это выглядит издалека. При ходьбе будет немножко выглядывать нога. Чуть-чуть секси. И резинка у меня тоже из H&M. Но я планирую носить ее именно на волосах, а не на руке. Хотя я в прошлый раз тоже так говорила. А теперь по-разному. Я влюблена в этот. И последнее в этом шоппинг-влоге из того, что я вам еще не показывала. Примерять не буду. Но все-таки. Девчонки, взяла себе купальник. Вверх у меня в 34 размере. Вы уже знаете почему. Свободненько сидит в области грудной клетки. Но можно будет подтянуть здесь. У меня там не очень широко. А вот трусики я взяла в 36 размере. Можно было взять и 34, так как все регулируется завязками. Но учитывайте то, что сзади они довольно сильно вырезаны. И я померила 34. И такая, ого! Что-то слишком смело для меня. Я люблю белые купальники. Они недолго служат. Но на загорелой коже это настолько красиво выглядит. И вот купальники у них не слишком дорогие. Это стоило 10 евро вниз. А вверх чуточку дороже. Вот кот кому нужен. На этом у меня все. Я надеюсь вам было интересно. Если да, то не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Всех целую и обнимаю. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok